Во вторую войну от нас отвернулось и мировое сообщество, российские СМИ, они на тот момент, часть из них отвернулась, другая часть была уже оккупирована путинской властью, поэтому это конечно было совсем иначе. Здесь я не хочу сказать, что мы такие пушистые, белые и пушистые, что... Привет Тумсо, можете ли вы вкратце объяснить, почему мусульмане не празднуют Рождество, рождение пророка Айсы? Аноним, я на самом деле имел ввиду приход к власти Дудаева, это был результат выборов, и еще, насколько западная электральная система противоречит исламской традиции определения правителей, интересно твое мнение. Что касается Дудаева, здесь нужно понимать, что это как бы зарождение государства, то есть это некое начало, и начало оно не может быть... То есть, когда нет системы, как это происходит? Сначала должно появиться государство, это государство, то есть какие-то люди должны это государство установить, и после этого должна появиться система, с помощью которой это государство далее существует. Избирается там, допустим, монархическое это государство, или оно демократическое, или оно там шариатское, или оно иное какое-то, да, это сначала оно должно появиться, и потом вот эти вот люди, которые создали это государство, которые являются обладателями влияния в этом народе, в этом обществе, в этом государстве, эти люди уже определяют, каким будет его строй, государственный строй, как будет избираться президент, король, император, царь и так далее. Поэтому приход Дудаева к власти, он изначально, он был не путем всеобщих выборов, а он был путем избрания во время съезда. То есть я просто не могу сейчас говорить о каких-то демократических процессах, я не знаю, не разбираюсь во всех этих демократических процессах, но я могу сказать точно, что он был, он не пришел, захватив власть. Это был человек, которого избрал наш народ не путем всеобщих выборов, а путем вот этого съезда, где делегаты со всех районов, со всех обществ чеченских собрались, были выдвинуты кандидатуры, из этих кандидатур был избран на пост руководителя Дудаева. А затем уже были проведены выборы и путем выборов выиграл опять-таки Дудаев. Были ли эти выборы признаны в этом мире? Нет, Россия, в первую очередь сама Россия их не признала, соответственно, какого-то признания официального юридического в мире мы, конечно же, не видели. Но для нас самое важное было, что эти выборы были признаны чеченским народом, большинством нашего народа. Также мы понимаем, что до Юра хоть мир эти выборы и не признал, де-факто они были признаны с Дудаевым, общались с ним, его поддерживали на тот момент. Мы тогда ощущали эту поддержку не только от мирового сообщества, но даже внутри России были целые какие-то очень серьезные силы, которые нас поддерживали. И были даже в той же прессе, были журналисты, были каналы, которые освещали те события, ну как минимум с сочувствием в наш адрес, чего, конечно же, не было уже во вторую войну. Во вторую войну от нас отвернулось и мировое сообщество, российские СМИ, они на тот момент, часть из них отвернулась, другая часть была уже оккупирована путинской властью. Поэтому это, конечно, было совсем иначе. Здесь я не хочу сказать, что мы такие пушистые, белые и пушистые, что мы не виноваты в этом. Мы, конечно же, в первую очередь, я всегда ответственность возлагаю на нас самих. Это однозначно понятно, что мы, к сожалению, тоже повели себя не тем образом, чтобы мир нас поддерживал. Мы допустили очень много фатальных ошибок, которые в дальнейшем мы ни в коем случае не можем допускать, не имеем права. Тот, кто захочет допускать эти ошибки или те, кто захочет их допускать, те, кто захочет вести себя так, как вели тогда некоторые товарищи, эти люди должны будут очень жестко быть пресечены. Допустить второй раз подобные ошибки мы не имеем права. Привет, Тумсо. Можете ли вы вкратце объяснить, почему мусульмане не празднуют Рождество, рождение пророка Айсы? Привет. Во-первых, у нас в исламе вообще, в принципе, праздник. То есть, праздники в исламе делятся на две категории. Есть те праздники, которые повторяются из года в год, из месяца в месяц, из недели в неделю. Эти праздники, их не может устанавливать человек сам для себя. То есть, это прерогатива Всевышнего Аллаха. Такие праздники, такие праздники есть в исламе, есть еженедельный праздник, как, например, пятница. Пятница – это праздничный день. Есть ежегодные два праздника – это Идаль-Фитр и Идаль-Адха, то есть, завершение месяца Рамадан и праздник жертвоприношения. Никакие другие праздники само человечество себе устанавливать не может в исламе. Это прерогатива только Всевышнего Аллаха. Есть другие праздники, которые не повторяются. Это, например, праздник новоселья. Человек построил дом, он решил устроить праздник по этому поводу, собрал своих родственников, друзей, знакомых, пригласил их, они вместе отпраздновали, допустим. И это праздник, который не повторяется. То есть, через год в этот же день он не может его повторить. Но устроить праздник новоселья он может. То есть, это не запрещено. Это те праздники, которые люди сами для себя могут организовывать. Или, допустим, человек просто решил устроить встречу с одноклассниками, к примеру. Не повторяя это ежегодно, а вот в один из годов они решили собраться. Да, никаких проблем, вы собираются праздновать. Но повторяющиеся праздники, то есть, назначение какого-то дня, как дня праздника, это запрещено. Ислам это запрещает. То есть, это именно религиозный запрет. Это первое. Поэтому праздновать какое-либо событие ежегодно мы не можем, если это не указано, не пришло нам в нашей религии. День рождения пророка Исаии, мир ему, он не приходит к нам в нашей религии. То есть, празднование этого дня. Это первое. Второе. Даже если бы празднование ежегодно было бы, в принципе, вещью дозволенной, даже в этом случае нет какого-то точного знания о том, когда все-таки родился Иса, мир ему. Этого никто не знает. Поэтому, опять-таки, даже в этом случае мы бы и не могли праздновать, сами назначить какой-то день от фонаря, сказать, что вот тогда-то он родился, мы тоже не могли бы. А даже в самом христианстве существует разногласие по поводу дня рождения Исаии. Поэтому, я думаю, вопрос, в принципе, не актуален. Привет, Тумсо, ты одобряешь уничтожение статуи Будды как идола по этой логике, там, где шарят допустимое уничтожение христианских храмов и икон? Нет, недопустимо. Христианские храмы и христианское общество, оно находится, наоборот, под защитой ислама в тех, на той земле, где правят мусульмане, допустим. И там есть какие-то христианские храмы, там есть христианские общества, они, наоборот, находятся под защитой. То есть, никто это, конечно же, не уничтожает. Другое дело, это вопрос там с возведением новых каких-то храмов, да, это другой уже вопрос. И есть отдельный запрет на возведение храмов на Аравийском полуострове. Это тоже как бы религиозный идет запрет, поэтому это отдельная зона. Но в целом в мире, допустим, в нашей республике церковь, а есть в Грозном, Архангела Михаила, по-моему, если я не ошибаюсь, она была и при Ичкерии, никто ее не трогал. Там был христианский священник. У нас христиане, живущие в Чечне, свободно посещали этот храм, эту церковь. Также в каких-то других районах, по-моему, в Шелковском и в Наурском, кажется, тоже были церкви. И они, никто их не сносил, не функционировали, они были под нашей защитой. Другое дело, что, допустим, какие-то храмы сейчас построены, вот сейчас их построили, да. Какова судьба этих храмов? То есть они не построены с разрешения легитимной власти нашего государства. Они построены по указке Кремля сегодня, оккупанта. Какова судьба этих храмов? Имеют ли они право сегодня быть на территории нашего государства? В случае освобождения, что стоит с ними делать, предпринять? Они пойдут под снос или их оставят? Я думаю, это вопрос, который должно будет решать наше правительство. Здесь я не могу ничего сказать. Просто это момент, который, понимаете, это как бы насаждение. Это не построено с одобрением, а это построено с насаждением. Пришли, завоевали и построили. Это наглость определенная. И вот это вот, это должно быть прощено или не должно? Я не знаю, я здесь не рискну на это отвечать. У меня нет по этому поводу какого-то мнения, которое уже установилось. Есть различные рассуждения. Я думаю, что здесь нужно будет исходить из соображений пользы и вреда. Что для этого? В идеале, мне кажется, что такие как бы построенные таким образом храмы должны быть снесены. Да, идеале, я так думаю. Но если их сношение приведет к какому-то вреду для общества, то в этом случае, я думаю, правильнее было бы их оставить. Также, в общем, нужно будет все, я думаю, это проанализировать и принять правильное решение. А те храмы и церкви, которые изначально имелись на нашей территории, они находятся под защитой. Никто не может их уничтожить. Тумсо, как-то встречал в Ингушетии твоего подчиненного в электросвязи. Очень хорошо отзывался о тебе. Говорил ты тигром был. Ахи, береги себя, Аллах, борца боговая. Амин. Амин, Аллах, рейсалил. Барак, лохови. Приятно, когда о тебе отзываются хорошо. Когда у людей осталось о тебе хорошее мнение. Это приятное чувство. 14 февраля 1996 года в чеченском селе Старый Очхой боевиками был зверский убит православный священник Анатолий Чистоусов, настоятель Михаила Архангельского храма города Грозного. 14 февраля 1996 года на тот момент республика в большей части находится под оккупацией России до августовских событий 1996 года. Затем в сентябре будет принято решение, в течение нескольких месяцев войска будут выведены. То есть то, о чем ты говоришь, это произошло, когда республика находится под оккупацией. И мне интересно, то, о чем ты говоришь, это слухи или это справедливое расследование, независимое, объективное, которое было проведено по этому делу, были установлены реально виновные, они понесли наказание или их не удалось установить. Интересно, каково это? Ты просто сейчас в воздух эту информацию выпульнул, но как проверить ее достоверность? Да, почему тогда ИГИЛ взрывали церкви, двойные стандарты опять? Потому что ИГИЛ это преступная организация, это были преступники, они не только церкви взрывали, они ни в чем не повинных людей давили на автомобилях по европейским странам. Они взрывали, они убивали, они вырезали, ни в чем не повинных людей казнили. Это террористическая преступная организация. Какое отношение к этому имеют мусульмане или ислам? Никакого. От того, что они себя позиционируют как мусульмане, относятся к мусульманам. Но вы поймите, что мы все мусульмане не несем ответственность за каких-то отдельных людей, которые являются преступниками в нашем обществе. Так же, как и вы не несете ответственность за отдельных преступников или даже преступных организаций в ваших обществах. У нас ведь нет коллективной ответственности. Я вам напомню, что с ИГИЛом вместе со всем этим миром борются в первую очередь сами мусульмане, мусульманские страны. Даже не то, что страны, а даже те группы, которые сражаются сегодня в Сирии против режима Башара Асада, даже эти группы сражались и сражаются против ИГИЛа. Сегодня-то его уже вроде как победили, их нет, но на тот момент с ними сражались даже другие группы в самой Сирии. Субтитры подогнал «Симон»